Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что в столь поздний час вы пришли на вебинар. Мой вебинар – это вторая часть из серии, посвященной сервисам Google. Если кто-то по каким-то причинам пропустил первую часть вебинара, то она есть в записи, можно посмотреть. Там я рассказывала о сервисах для создания презентаций, документов, таблиц и опросов. А сегодня продолжим разговор тоже о Google сервисах, но поговорим уже о сервисах, которые, возможно, не являются предметом первой необходимости, но все равно они будут весьма полезны в работе и, возможно, помогут создавать какие-то интересные информационные ресурсы. Почему именно сервисы Google? Об этом я уже говорила и часто об этом рассказываю. Основное преимущество, конечно, этих сервисов в том, что они бесплатные. И зарегистрировавшись один раз, вы имеете доступ сразу к десятку разных сервисов и можете использовать их практически без ограничений. Большая часть работ, которые вы будете создавать, сохранится у вас на Google диске. Вы всегда к ним можете возвращаться, редактировать бесконечным образом. Это будет своеобразное облако. Вы можете с любого компьютера в любой момент просмотреть эти материалы. С любого мобильного устройства также это все доступно. Ну и еще самый большой плюс Google в том, что он разрешает, не ограничивает в совместной работе. Это тоже очень важно, особенно если вы работаете с проектами, с командной работой, с какой-то исследовательской деятельностью. Это все просто замечательно. Ну, поэтому, не откладывая в долгий ящик, переходим, собственно говоря, к программе нашего сегодняшнего мероприятия. Я выбрала, конечно, не все Google сервисы. Про Google можно говорить долго и не один, и не два вебинара, а больше. Но выбрала те, которые более востребованы в библиотечной и в образовательной среде, которые можно использовать и которые не очень сложные и, естественно, бесплатные. Ну, поедем. Итак, первый сервис, о котором хотела сказать, это Google карты, Google Maps. Как всегда, в чат буду отправлять ссылки на какие-то работы, созданные с помощью этого сервиса. Вы можете полистать, посмотреть, понажимать на кнопочки. Первая ссылка, она такая более красочная. Там много информации, много меток на этой карте. Вторая попроще. Для примера можете и то, и то посмотреть. Первая у меня на маленьком скриншоте, здесь примерно видно. Это Google карта, созданная по произведениям книги Жюля Верна. Дети Капетана Гранта. Здесь на карту нанесены географические объекты, как вы видите. Соединены они точками, своеобразным маршрутом. Можно путешествовать по этим точкам, нажимать и открывать информацию. Она будет с левой стороны отображаться. Если посмотреть, это небольшая карточка, на которой текст, фотографии, гиперссылки, которые могут ввести на дополнительные ресурсы. То есть, по сути, Google карта – это очень хороший инструмент для создания виртуальных экскурсий, интерактивных карт, различных маршрутов. В общем, все, что так или иначе связано с географией, с географическими объектами. Что позволяет делать Google карта? Ну, естественно, создавать точки на карте можно. К каждой точке мы можем прикрепить тексты, фотографии и видеоролики с YouTube. Еще есть минимальные возможности редактирования этих меток. Давайте посмотрим, как все это работает. Итак, для начала нам нужно, собственно говоря, зайти в свой аккаунт Google и создать первую карту. Можно перейти по ссылке, которая у меня в заголовке к этому слайду. Можете просто в поиске набрать в Google карты и таким образом попасть на сайт. Откроется вкладка «Мои карты» и внутри нее мы будем создавать нашу первую карту. Вот пример. Откроется карта, привязанная к вашей геолокации. То есть, если я проживаю в Мурманске, мне автоматом выдали карту, на которой обозначен мой населенный пункт. Есть поисковая строка, необязательно работать по своей карте. Вы можете наносить любые метки, любых географических объектов, каких только возможно. Более того, Google карты, они довольно подробные, поэтому можно наносить не только названия городов, поселков и населенных пунктов, но можно вплоть до достопримечательностей, каких-то домов, улиц, отмечать все это на карте. Для этого есть поисковая строка. Сервис русифицирован, как вы видите, поэтому все это несложно. Выше, в поисковую строку, там где лупа, вносим, например, название населенного пункта. По населенным пунктам проще всего работает. Заносим туда название русскими буквами, нажимаем на лупу, появляется значок «Маркер на карте». Пока зелененький. Чтобы его добавить в маршрут, мы проверяем, действительно ли это то, что нам надо. Если все отлично, нажимаем на значок «Добавить на карту». После этого маркер меняет свой цвет, становится красненьким. И далее, теперь уже этот маркер можно редактировать. Для интерактивной карты вы можете создать неограниченное количество точек, столько, сколько захотите. Можно сразу просто создать много их, а потом каждую редактировать, либо можно создать одну, отредактировать, перейти к следующей. Без вопросов можно и тот вариант выбрать. Щелкаем по точечке, открывается небольшое окно, внизу несколько иконок для того, чтобы редактировать. Заливать, цвет менять. Дальше значок карандашика – это вписывать текст, вставлять текст. Дальше значок фотоаппарата – это для добавления картинки, либо видеоролика. Картинки и видеоролики чуть ниже на слайде. Понятно, как они добавляются. Можно ссылку на картинку, можно загрузить ее с компьютера. Видео добавляется только из Ютуба по ссылке, либо через поиск Ютуб. К одной такой метке можно загрузить не обязательно только одну картинку, можно сделать и больше, 2, 3 и больше. Это все поддерживается. Далее, если нам не нравится цвет метки или ее форма, можем ее поменять. Вот там, где значок с заливкой, можно менять цвет этого маркера и форму. Кружочек, квадратик, как угодно. В текст вписываем в обычное текстовое окошко, которое откроется, когда мы нажмем на карандаш. Вписываем текст, либо вручную, либо копировать, вставить. И нажимаем обязательно сохранить. После этого окошко будет заполнено. Можно его открыть, проверить и посмотреть. И перейти к следующей точке. Итак, мы их создаем столько, сколько нам нужно для маршрута. Что еще можно сделать с этими точками? Еще их можно объединить одной линией, чтобы показать, по какому маршруту двигаться. Это не обязательно, но если вы планируете виртуальную экскурсию, чтобы зрителям было понятно, от какой точки к какой надо щелкать, куда переходить, то можно их соединить с линией. Как это делается? Вверху выбираем иконку, которая называется «Добавить линию фигуру». Здесь есть маршруты для водителей, велосипедистов и пешеходов, но нам вот самый первый подходит вариант «Добавить линию фигуру». А дальше мы вручную с помощью мышки соединяем точки. Щелкаем у первой точки, появляется такая тянущаяся линия, мы ее тянем до определенного момента, щелкаем два раза, и она отображается на экране, эта линия. Линию можно рисовать прямые, по кратчайшему расстоянию. Можно рисовать, например, линию по улицам города. Если вы хотите подробную какую-то карту, то ее можно делать ломаной, эту линию. Щелкаете до какого-то угла два раза, а потом заворачиваете линию и до следующего угла два раза. И таким образом, маленькими шажочками можно нарисовать и ломаную линию. Далее, чем еще хороши гугл-карты? В гугл-картах есть возможность создавать разные слои. Обычно работают только с одним слоем, особенно если вы начинающий пока пользователь, то достаточно и одного. Если вы более продвинутый использователь, можно поэкспериментировать с несколькими слоями. Что это такое? Например, у вас есть карта одного населенного пункта, своего города родного, например. И вы хотите создать на этой карте два маршрута. Один, например, по литературным местам города, а второй маршрут по памятникам воинской славы. Ну, к примеру. Но чтобы не создавать две разные карты, тем более, что у вас карта-то будет по сути одна и та же, можно нанести два слоя. Первый слой вы будете создавать литературный, а второй военно-патриотический. Для этого есть с правой стороны из меню выезжающая кнопочка «Добавить слой». Нажимаем на эту кнопку и добавляем столько слоев, сколько вам необходимо. До десяти слоев здесь поддерживается бесплатно. Здесь же рядышком с этой кнопкой есть еще хорошая кнопочка «Поделиться». Это кнопка для того, чтобы приглашать соавторов в работу. Естественно, соавторы должны иметь Google Account и желательно Google Почту, на которую будем рассылать им приглашение. Нажимаем на кнопку «Поделиться», выбираем из списка, если у вас уже есть какой-то список. Если нет, просто вручную вставляем адреса электронной почты и отправляем приглашение к работе на этой карте. Собственно, тут все довольно несложно. Есть еще дополнительные опции. Тут можно маршруты разного рода составлять, пешеходные, велосипедные и так далее. Но в основном для создания виртуальных экскурсий основного функционала тут вполне достаточно. Правда, сейчас зрители, слушатели, пользователи становятся все более и более избалованные. Кстати, эту карту, естественно, можно получить на нее ссылку в обязательном порядке. И можно с кодом получить, чтобы встроить на страницу сайта и блога. Более того, эту карту можно даже скачать на компьютер. Правда, формат будет называться латинскими буквами KML. Это картографический формат. Вы ее скачаете в такой форме, а потом можете в какой-нибудь другой картографический сервис загрузить, и она может открыться. Но это вот уже для специалистов. Возвращаясь к пользователям, которые привыкли к изыскам, ну, карта, она, конечно, интерактивная, но некоторые пользователи хотели бы, чтобы там что-то перелистывалось, масштабировалось, выезжало, увеличивалось. В общем, какого-то такого вау-эффекта иногда хочется. Поэтому расскажу еще об одном сервисе. Google Maps – это не единственный картографический сервис, который создал Google. Есть еще один. Мне он тоже нравится. Называется он Tour Builder. О нем тоже расскажу. Правда, тут небольшая оговорка. Давайте я сначала ссылки вам в чат отправлю. Первая ссылка – это обычная. Ну, как обычная, в кавычках, конечно, обычная. Это все необычная. Вы можете сравнить Google-карту и вот Tour Builder, как они друг на друга не похожи. Первая экскурсия – это экскурсия по населенному пункту, точнее, это Кузбасс. «Семь чудес Кузбасса». А вторая экскурсия – это по Санкт-Петербургу. Литературное путешествие вместе с Родионом Раскольниковым. Если видите, карта уже немножко приняла другой вид. Она уже более такого спутникового вида. Здесь выглядит уже рельеф тут изображен. И все тут приближается, уезжает, выплывает, масштабируется. Довольно симпатично смотрится вся эта анимация. Это довольно эффектный инструмент тоже для создания именно виртуальных экскурсий. Если Google-карты, они все-таки для того, чтобы ориентироваться на местность и создавать какой-то интерактив в минимальном количестве, то вот «Турбилдер» – это как раз конкретно был сервис, подстроенный под виртуальные экскурсии, под виртуальные путешествия. Поэтому такой необычный формат выбран. К сожалению, этот сервис просуществует до 15 июля 2021 года. То есть немного ему осталось месяцев. Ну, наверняка вы наслышали о том, что Google некоторые сервисы сворачивает. Это, правда, не касается основных пока инструментов. Надеюсь, что с ним ничего не случится. Но вот «Турбилдер» постигнет такая судьба. Но тут не стоит огорчаться. Если бы он просто исчез, я бы не стала о нем говорить. Дело в том, что на его смену придет другой сервис. Он уже, собственно, существует. Только со временем они вместе объединятся в один. Называется этот сервис «Планета Земля» Google EOS. Вот «Турбилдер» к нему присоединится, и будет одно нечто большое. «Турбилдер» работает до 15 июля. Он без проблем у вас будет работать. В нем очень легко работает, просто. И самое замечательное, что он, в общем, неплохо открывается на компьютерах. Что нельзя сказать о той самой «Планете Земля». Но о «Планете Земля» чуть попозже расскажу. Так вот, когда «Турбилдер» закроется как сервис, все работы, которые в нем будут созданы, можно будет сохранить к себе на компьютер через приложение «Планета Земля» как раз. Я в конце расскажу, как это можно сделать. Сохранять их можно на Google Диске и потом показывать всем. Ну, давайте посмотрим, как все это работает. Ну, карта выглядит следующим образом. По центру карта, с левой стороны карточка объекта, и чуть дальше, еще левее, в самом крайнем левом столбике, список локаций. Вы можете листать эту карту кнопочками внизу, две синие кнопки, либо просто щелкать по локациям. И карта будет вам показывать нужный объект. Ничего вручную масштабировать не придется. Для начала заходим опять в Google Account. Регистрация здесь не нужна дополнительная. И приступаем к созданию. Первый этап называется «Интродакшн». Вступительный этап. Здесь мы отдаем название нашему виртуальной экскурсии, придумываем имя автора, если это нужно. Добавляем обложку, описание. В текст описания можно добавить ссылку, если нужно. И далее выбираем тип тура. По умолчанию здесь стоит самый лучший вариант. Это «Стори 3D». То есть, по сути, мы с вами просматриваем карту в формате 3D. Есть плоская карта 2D. Есть разные другие типы. Есть в том числе с невидимыми маршрутными линиями. То есть, если вам не нужно точки на карте соединять, то вы можете ее выбрать. В общем, тут можно полистать и посмотреть, как каждая выглядит. Если у вас будут линии маршрута, то можно выбрать их цвет. Это основные настройки. Идем дальше к добавлению локаций. Следующая кнопочка называется «Add Location». Она синенькая, со значком «плюс» в самом низу появляется. Каждая локация будет обозначена вот таким маленьким квадратиком, слайдиком небольшим. У каждой локации есть карточка, которую мы заполняем. Название локации, фото и видео. Вот тут сразу обращаю ваше внимание на то, что здесь замечательный сервис, тем, что можно добавить в общем количестве 25 объектов. То есть либо 25 фотографий, либо 25 видео с Ютуба прикрепить, либо и то, и другое в сумме, чтобы давало 25. Вот ни один, наверное, сервис таким потенциалом не обладает. То есть можно сюда целый фотоальбом загрузить, если захочется. Еще одна хорошая вещь – можно привязаться не только к географическим объектам, но и к датам. Например, вы создаете карту сражений Великой Отечественной войны. И здесь можно, например, указать даты, начало, окончание какого-то события. Например, сражение под Москвой или под Сталинградом. И таким образом у вас карта будет еще историческая. Это тоже хорошая опция. Ну, как обычно, даем текстовое описание и можем еще поменять метку. Если Google карты давали небольшой набор этих самых меток, всего там 5-6 вариантов, то здесь можно фантазией разгуляться. Это вот только маленькая часть таких иконочек. Там можно дальше листать, еще ниже будет, еще больше. Разный маркер. Есть обычные, есть кораблики, есть чашечки, конвертики, елочки, все что угодно. Можете загрузить даже свою иконку, если она у вас где-то по ссылке уже есть. Вы можете ее сюда загрузить самостоятельно. Это все делает карту такой более живой, более привлекательной. Обязательно сохраняем. Количество объектов здесь опять-таки никак не ограничивается. Все бесплатно абсолютно, сервис бесплатный. Собственно говоря, и на этом все. Линии маршрута. Они формируются автоматически. Когда мы набираем, делаем набор всех этих слайдов, всех этих объектов, они будут у нас выстраиваться по карте именно в том порядке, как мы их записали. Если мы хотим поменять местами, но мы что-то забыли, что-то решили добавить, чтобы не удалять предыдущие, просто мышкой меняем местами эти квадратики с названиями локаций. И дальше маршрутная линия автоматически перестроится в том порядке, в каком вы выстроили. То есть тут вручную, как в Google картах, ничего рисовать не нужно. Здесь все автоматически формируется. После того, как мы все это создали, проверили, все у нас работает, обязательно сохраняемся и нажимаем на кнопку «Закончить редактирование». Далее появляется на месте этой кнопки кнопка «Шея» «Поделиться». Вот здесь мы получаем ссылку для того, чтобы поделиться со своими слушателями, зрителями, пользователями, как угодно. Ссылкой можно в социальных сетях, либо на сайте ее публиковать. К сожалению, кода здесь не предусмотрено. То есть если в Google картах, в Google Maps все-таки код есть, то здесь в Турбилдере его нет, к сожалению. Только вот ссылку можно получить. И еще. Как сохранить к себе на Google диск все, что мы создали. И вот тут мы подключаем приложение «Планета Земля». Оно открывается. Ну вот, кстати, ссылки. Все. Забыла еще сказать про то, что здесь есть опция совместной работы. И перед тем, как делиться с ссылкой, обязательно нужно предоставить доступ. Стандартный доступ звучит так. «Anyone who has the link can view». У кого есть ссылка, все могут просматривать. Это стандартный вариант. Если вы хотите пригласить других пользователей к совместной работе, внизу есть окошечко «Invite people» – «Пригласить». Здесь вы по адресам электронной почты приглашаете других участников. Опять-таки им нужно иметь аккаунт Google, чтобы работать в сервисе. Вот. Теперь к сохранению. Экспорт происходит следующим образом. Вот значок с тремя линиями горизонтальными. Он в правом верхнем углу будет. Нажимаем на него. Открывается целый список разных функций. «Edit» – это редактировать. «Play full screen» – это разместить и развернуть на весь экран. Дальше «Copy» – это создать копию. И нас интересует пункт «Экспортировать в приложение Планета Земля». Вот это как раз та самая вещь, та самая опция, которая позволит нам эту работу сохранить и ее не потерять. Оно перейдет в Планету Земля и сохранится у вас на диске. У вас папочка появится на Google диске, которая так и будет называться. Планета Земля, Google Earth, вот в ней мы и будем искать эту экскурсию виртуальную. Так что это очень удобно. Экспортируем. Правда, экспорт займет какое-то время. Если у вас 25 и больше фотографий, к каждому объекту прикручено, это займет время. Не больше получаса, но все-таки. И после этого ищем на диске. Готовы. Теперь вы можете просматривать в двух форматах. Как «Tour Builder» и как приложение «Планета Земля». Ну, как выглядит «Планета Земля», я вам сейчас дам ссылочку. Это про Антарктиду. На английском языке, но там не сам текст интересен, а сами эффекты всякие, такие интересности, короче говоря. Но ссылка эта может не открыться. Она требует, конечно, большого мощного компьютера. Загружаться будет медленно. Вот это единственный недостаток этого самого приложения «Планета Земля». Хотелось бы, чтобы было как-то все побыстрее, пошустрее. «Tour Builder» открывается довольно быстро, а вот с «Планеты Земля», к сожалению, зато она еще краше. Там еще больше 3D-эффектов, еще больше масштабирования, разных красивостей, анимаций, все такое прочее. Можно сразу научиться работать в приложении «Планета Земля», как утверждают создатели. Оно уже открыто, и можно в нем опять через Google Аккаунт зайти и в нем что-то начать создавать, минуя этот «Tour Builder», да, сразу в «Планету» включиться. Есть руководство, но пока на английском языке. В будущих планах у меня перевести его на русский, освоить, ну и потом на каком-нибудь вебинаре обязательно про это рассказать. Пока вот предлагаю «Tour Builder» попробовать, поэкспериментировать. Вот такое интересное приложение тоже для создания необычных виртуальных путешествий. Ну, идем дальше. Продолжаем знакомство с Google сервисами, и хочу обратить ваше внимание на хорошее такое приложение, на хороший сервис, который называется «Google сайты». Это хороший инструмент для создания очень простых сайтов, ну, что называется, в два-три клика. То есть это идеальный вариант для начинающих пользователей, которым нужно создать сайт быстро, бесплатно, и желательно с хорошими возможностями. Потому что большинство сайтостроительных сервисов, они все-таки с ограничениями работают. У кого-то ограничения по весу, у кого-то по количеству страниц, кто-то дает демо-версию, потом забирает, кто-то требует абонентской платы. В общем, ничего этого в Google сайтах нет, там есть свои недостатки, конечно. Ну, сервисов без недостатков не бывает, вероятно. Но так или иначе, здесь все в режиме одного окошечка, по сути. Я в красной рамке вынесла интересные функции, на которые стоит обратить внимание. Итак, Google сайт – хорошая вещь. Он, во-первых, интегрируется со всеми документами, которые у вас есть на Google диске. То есть вы на Google сайт можете легко вставить все, что есть у вас на диске. Google презентацию, Google форму, что еще? Google карту. Все, что угодно практически. Это первое. Второе. Кроме этого, есть еще большой список, вот в длинной красной рамке с правой стороны. Это большой список того, что можно встроить внутрь этого сайта. Кроме обычных кнопок, разделителей, картинок, естественно, можно добавить видео с YouTube, карту. Ну, имеется в виду Google карта, прежде всего. Кроме того, презентации, таблицы, формы, диаграммы. Есть опция встраиваемого объекта. Ну, например, у вас есть какая-то викторина, созданная в сервисе Learning Apps, например. Можно по коду встроить на страницу сайта. Вот у меня сейчас страничка сайта, куда я встроила ленту времени. Лента времени создана в сервисе Udoba. Я взяла код, открыла, создала страничку, выбрала опцию встраиваемого объекта и добавила туда код. У меня получилось вот так. В общем, тут все очень просто. Может быть, это, что называется, без затей, потому что для любителей анимации, эффектов параллакса, каких-то таких красивостей, супер, здесь будет маловато, конечно, места. Но если вам нужен функциональный сайт, быстро и недорого, а желательно бесплатно, то вот он перед вами. Здесь есть макеты. Сразу скажу, есть готовые шаблоны. Правда, их немного. Я уже на отдельный слайд их выносить не стала. Здесь всего шесть макетов. Они чуть выше находятся. Их можно посмотреть в разделе страницы и в разделе темы. Страницы позволяют представить сам макет, а темы позволяют его оформить. Шрифт, цвет и тому подобное. Всего немного, их около шести варианций. Можно выбрать один из них и работать. То есть здесь все конкретно по шаблону. Тут нельзя настраивать каждую буковку. Тут такая опция просто не предусмотрена. Вверху в красной рамке еще несколько интересных опций. Кнопочки, которые со стрелочками, это вернуться на шаг назад, на шаг вперед. Дальше кнопочка с изображением мобильника и компьютера. Можно адаптировать в сайт под мобильное устройство. Посмотрите, как он будет смотреться на мобильнике, например. Дальше кнопочка с такой вот цепочкой. Это ссылка на сайт, который вы получите, когда закончите работу. Ну и дальше кнопка с человечком и с плюсиком. Это для приглашения соавторов. С Google сайтами тоже можно работать совместно. Особенно если у вас какой-то проект, сайт проекта, то можно приглашать соавторов, каждому выделять страничку, и он будет на ней работать. Ну, как всегда, ссылки, пожалуйста, можете посмотреть. Раньше Google сайты были довольно-таки однотипные. Сейчас чуть-чуть с оформлением стало получше, и сам конструктор выглядит лучше, поэтому сайты перестали быть друг на друга похожими. Но обратите внимание, пожалуйста, вот про недостатки сервиса, в том, что выходящая ссылка, которую мы получаем, она довольно длинная. Ну, к сожалению, это получается как домен третьего порядка, если я ничего не путаю. То есть сначала будет сайт с Google.com, а дальше уже через косую черту будет уже название вашего сайта. Это не всегда удобно, такие гигантские ссылки, особенно если вы на печатных продукциях, например, хотите распространить эти ссылки, они, конечно, не подойдут. В этом случае придется воспользоваться каким-то сервисом для сокращения ссылок, чтобы они стали покороче. Вот. Ну, вот два недостатка, на мой взгляд, то, что вот такие большие ссылки на выходе получаются, и то, что здесь сервис без особых красивостей, без анимации, без передвигающихся картинок и тому подобного. Я вам сейчас ссылок всяких разных добавила. Тут есть и сайты библиотеки, есть сайт учителя, есть сайт мастер-класса. Вот самая первая ссылка – это сайт совместной работы. Там было три автора, и у каждого была своя страница для оформления. То есть вот на этих примерах можно посмотреть, как по-разному могут выглядеть Google сайты. Для чего их можно использовать, если так подвести итог? Ну, для самых разных задач можно сделать свой собственный персональный сайт, разместить там свое портфолио, например. Можно и чаще всего их использовать для проектов самых разных. Если вы не планируете постоянно этот сайт создавать из года в год, а вам просто нужен быстрый сайт для какого-то реализации проекта, краткосрочного, то это хороший вариант. Можно мастер-классы на них делать. И очень много таких мастер-классов на просторах интернета существует. Можно поискать, посмотреть, как они сделаны, и что-то по своему подобию, по этому подобию свою что-то придумать. Ну, и вот на последнем я хочу поподробнее остановиться. С помощью Google сайтов можно, оказывается, делать веб-квесты. Веб-квест – это квест, который создается в цифровой среде. То есть сам поиск, сам вот эта вот механика квеста, она производится в режиме онлайн. То есть участники сидят за компьютерами, получают задания, и переходят от этапа к этапу, получают ссылки, и ищут в конечном итоге какие-то ключевые слова, из которых что-то должно сложиться по ходу. То есть, по сути, квест, но в электронном формате. Как это реализуется на платформе Google сайта? Мы создаем первую страницу сайта, где прописываем условия квеста, задачи, что требуется от участников, ну и далее переходим к заданию. Я вам сейчас отправлю пример такого квеста, созданного по страницам тоже самое капитана Гранта. Так уж получилось, что сегодня обращаюсь не один раз к этой книге. Вот пример, он так и называется, по следам капитана Гранта. Создателей квеста, как вы видите, много было. В чем смысл? Самое главное, что нужно в квесте сделать, это скрыть этап от участников. То есть участник не должен знать, вернее, он должен знать, сколько этапов в квесте, но не должен их все сразу видеть. То есть к следующему этапу участник перейдет только тогда, когда правильно ответит на задание первого этапа. И до тех пор, пока не ответит правильно, он не получит выхода на следующий уровень. То есть задача здесь какая? Здесь нужно создать несколько страниц на этом сайте. Каждая страница будет каждый этап. Вот сколько этапов, столько страниц. Но эти страницы не нужно выносить в меню сайта. Ну, меню – это такая вещь, которая показывает все странички. Меню здесь создавать не нужно. Достаточно прописать первую страницу с первым заданием. А дальше, когда участники уже ответят, они получат ссылку на вторую страницу. И таким образом будут путешествовать от этапа к этапу. Это первая такая вещь. Вторая вещь – как они будут получать эти ссылки. А вот здесь приходит на помощь сторонний сервис, который очень хорошо встраивается на страницу Google сайта. Я его уже называла. Это сервис Learning Apps. Ну, вот пример первого задания. Нужно зайти на сайт. Если вы ссылку откроете, то найдете там вот эту картинку. К этой картинке привязана гиперссылка. Щелкаем по этой ринде, по этой картинке. Открываться должно первое задание. Вот так оно выглядит. Это первые этапы квеста. Нам нужно разгадать ребус. Задание выполнено на сервисе Learning Apps. Почему именно этот сервис выбран? Ну, во-первых, потому что он позволяет создавать разнообразные задания. Тут есть викторины, ребусы, кроссворды, игры, кто хочет стать миллионером. В общем, много-много. Всего 19 шаблонов. Поэтому этот выбор пал на этот сервис. Во-вторых, дело в том, что у конструктора в этом сервисе есть такое окошечко, называется обратная связь. Когда участник заканчивает выполнение задания, если он сделал все верно, ему в обратной связи выпадает какой-то текст. И вот сюда в это окошечко как раз и вписывается. Вот смотрите. Участник правильно решил ребус в Британии. Ему открывается окошко с обратной связью. Ссылка для перехода на первый этап веб-квеста. Ну, это был такой, как это, пробный этап, да? А вот, пожалуйста, ссылка на новую страницу Google сайта. Участник копирует эту ссылку. Вообще-то она даже активна. Можно прямо на нее нажать и перейти на страничку сайта. Вот так переходим на новую страничку. То есть тут Learning Apps вместе с Google сайтом такое единство формирует. Еще можно дополнительно усложнить задание квеста участникам, чтобы они собирали ключевые слова. Ключевые слова тоже будут вписываться вот в это окошко с обратной связью. Ну, про Learning Apps я много рассказывала на предыдущих вебинарах. Он, собственно, очень простой сервис, он на русском языке. Поэтому там не промахнешься. Обратную связь наверняка найдется она в самом конце. В обратную связь, кроме ссылки, мы можем вписать ключевые слова, которые участники тоже будут собирать по ходу своего путешествия от этапа к этапу. Задача какая? Найти все ключевые слова и выслать их организаторам. Кто быстрее это сделает и правильнее, тот и выиграл в квесте. Такая задача. Теперь как связь с организаторами. Следующий этап. Как это сделать? А здесь нам приходит на помощь еще один Google сервис. Называется он Google Forma. Вот справа внизу как раз окошечко. Это вот участники присылали свои ключевые слова. Видно, когда участник его послал, фамилия, имя участника, и это самое секретное слово. Как вот такую вот сделать вещь? Для этого встраивается на сайт Google Forma. Я про них рассказывала на прошлом вебинаре. Вот такая вот форма. Тоже с помощью сервиса Google делается. Вам нужно создать такую небольшую анкетку, где участники будут вписывать свои фамилии и имя. И вариант. И там будет, например, задание. Впишите ключевое слово. Дальше предоставляется окошечко, куда можно его вписать. Участник его вписывает и отправляет. Организаторам приходит это ключевое слово. И так они могут следить за участниками. Эту анкетку можно делать после каждого этапа. Если у вас этапов много, то можно сделать заключительную анкету в самом последнем конце, когда собрали все ключевые слова, чтобы сразу все ключевые слова вписали. Это через Google Form очень просто сделать в виде вот такой анкеты. И таким образом обратная связь с организаторами тоже работает. Вот из этих трех инструментов, освоив всего три сервиса, вы можете создать быстро и, что называется, дешевые сердито, интересный веб-квест для участников. Ну давайте я вам еще ссылочку на еще один веб-квест отправлю, посмотреть, как можно по-другому его еще сделать. Принцип работы там точно такой же, переходит от этапа к этапу участник. Но здесь немножко иначе выглядит. Здесь этапы, по-моему, уже открыты. Здесь уже нет этой скрытности. Но все равно интересный вариант оформления. Можно что-то для себя взять на вооружение. Такой квест по страницам русских народных сказок. Там, на неведомых дорожках. Вот хорошая вещь не только для создания каких-то представителей в сети, но и создания интересных игровых заданий. Ну вот так он выглядит. Если вы ссылочку откроете, вот так выглядит сетевой проект для участников сетевых четвертых, шестых классов. Есть карта проекта, она с выпадающим списком. Там можно посмотреть все этапы проекта. И вот итоги. Ну, квест уже завершился, конечно, но он до сих пор существует в сети интернета, и можно посмотреть, как он работает. Переходим к еще одному сервису. Называется он блогер. Если мы говорили до этого о сайтах, то теперь поговорим о блогах. У блогов очень непростая судьба, на мой взгляд, потому что их сначала, когда они только-только вышли в Рунете на первые позиции, я имею в виду у библиотекарей, это было, ну, наверное, 2010-2009 год, вот как раз бум, начали появляться первые библиотечные блоги, их было много, огромное количество библиотечных блогов появлялось. Это был как глоток такого свежего воздуха, возможность высказаться. Не только библиотекари создавали, учителя было, много создавали своих блогов. Если сайт – это все-таки что-то официальное, представительство, то вот блог – это как раз возможность проявить свою личность. Можно здесь говорить уже в более неформальной обстановке, поднимать интересные именно библиотекарю темы. Блогер, блог, по сути, это такой сетевой дневник, где записи идут в обратной хронологии, то есть самые свежие будут стоять в самом начале. Называются они посты, эти сообщения. И вот блогер тоже представляет свой инструмент для создания такого сетевого дневника, называется он блогер. Очень простой инструмент, можно и по поиску его найти, и через Google Диск. Как это работает цифровая площадка? Блоги сейчас, не сказать, что они прямо законодатели всего, потому что сейчас активность больше, я думаю, переместилась в социальные сети все-таки. Блоги – это для создателей таких, для любителей длинных сообщений, интересных, со всеми подробностями. Но у блогов есть свои почитатели, они не умерли, как им предвещали в 2015 году, все блоги закроются. Нет. На самом деле до сих пор существует много интересных библиотечных блогов. Я вам сейчас просто несколько ссылок отправлю в чат на библиотечные именно блоги. Вы можете самостоятельно поискать. Наверняка вы на них когда-то натыкались, находили такие интересные блоги для себя. Платформа блогер очень хороша тем, что она некоммерческая. То есть здесь нет рекламы, как на других платформах, в том же WordPress всплывают рекламные объявления, что не очень хорошо, особенно если вы блог ведете для детей, например. Понятно, что эта реклама отвлекает, но и просто это все некрасиво смотрится. Правда, блогер тоже можно монетизировать, но по умолчанию это некоммерческая площадка, и здесь все довольно комфортно. Плюсы блогера. Опять-таки можно приглашать соавторов. Вы можете на двоих, на троих, неограниченное количество авторов вести этот блог. Через аккаунт Google это все работает. Здесь есть хорошие возможности для оформления. Вы можете выбрать готовые шаблоны. Вот у меня как раз маленькое окошечко для выбора шаблонов. Можно полистать. Здесь есть категории, внутри категории еще самые разные виды шаблонов. Взять что-то готовое, а еще здесь можно все настроить вручную. То есть столбики, расстояние между столбиками, шрифт, размер, цвет, заливку фона и так далее. Сначала можно просто какой-то готовый взять в макет, ну а потом можно свои картинки добавлять как фон, поменять шрифт. Ну, в общем, здесь возможности даже, наверное, больше, чем у Google сайтов. Так получилось, что вот блогеры оказались в более таком красочном состоянии. Ну, давайте я еще свой блог отправлю вам, ссылку, может быть, вам будет интересно. У меня тоже блог я веду на платформе блогер, правда, немножко он сейчас оставленный без внимания, но так или иначе существует. Роза ветров в север. Как это все создавалось? Сначала придумываем заглавие блогу, дальше надо придумать, прописать адрес, по которому будет находиться. Желательно, что он был коротенький, не очень длинный. Вот у меня вот Мурманск-Нордика. Там придется постараться, потому что самые известные домены уже выбраны. Например, если просто Мурманск ввести, то вам напишут, что домен уже занят. Там придется что-то придумать другое, поинтереснее. Ну, выбираем тему, ну и затем переходим уже, собственно, к оформлению. Вот так выглядит макет. Например, я выбрала какой-то шаблон, тут уже изначально есть какой-то макет в нем. Эти все части макета можно двигать, перемещать, менять местами. Дополнительно в каждом блоге можно настроить так называемые гаджеты. Гаджеты – это такие окошечки, которые появляются справа или слева. Сам блог будет по центру, либо с левой стороны. А вы можете справа-слева добавить еще дополнительно такие окна. Там разместить какие-то ссылки, картинки. Обычно там размещают ссылки на разные интересные веб-ресурсы. Архив блога, статистика пользователей. Там часто помещается список самых популярных постов. В общем, многое-многое другое. Здесь можно нажать на кнопку «Добавить гаджет» и открыть весь список гаджетов, посмотреть, что можно добавлять. Вот у меня, например, картинка тут есть, текст есть, можно гиперссылку прикрепить и так далее. Каждая часть макета настраивается. Нажимаем на слово «Редактировать», открываем и внутри уже меняем что-то. Размеры, цвета, шрифт и тому подобное. Ну, это уже на более продвинутом уровне. Для начала достаточно простой макет создать, ну и внутри уже начать что-то писать. Настройки. Если опять заглянем внутрь, все сообщения находятся во вкладке, которая так и называется «Сообщения». Есть вкладка со статистикой. Статистика здесь такая по количеству посетителей, по количеству читателей, которые подписаны на блог «Самый популярный пост», количество комментариев можно посмотреть. В общем, если нужны какие-то статистические данные, то здесь они присутствуют. Дальше. «Страницы». Это так называемое меню. У сайтов это называется меню, здесь это называется страницы. Вы их можете сделать, как у сайта, такие разделы, в которых вы будете собирать ссылки на ваши статьи, на посты. Ну, вкладки «Дизайн и тема» позволяют редактировать, соответственно, цветовую гамму и макет. Дальше. В настройках. В настройках есть хорошая опция, там много всевозможных, их можно все посмотреть, попробовать. Но здесь есть хорошая опция пригласить новых авторов. Так вы можете приглашать своих коллег, например, работать над блогом через тот же самый аккаунт Google, например. Это можно делать. Еще хорошая опция здесь есть «Список чтения». Если вы создадите свой блог здесь и создадите аккаунт в блогере, то вот в «Список чтения» вы можете добавлять блоги, которые вам нравятся. Это очень удобно. Но согласитесь, хорошо иметь в одном месте вот все самые любимые свои блоги, которые вы читаете, и открывать их там раз в два дня, может быть, с какой-то периодичностью просматривать, как статьи в газете. Для этого есть такая опция, называется «Список чтения». Причем в этот список не обязательно добавлять блоги, вот именно созданные на платформе «Блогер». Вы можете вообще любую ссылку сюда добавить в этот список чтения. Ну, например, я читаю пять блогов и три сайта. Вот мне нравится, что там появляется на этих сайтах. Я просто скопировала ссылку сайта и сюда вставила в список чтения, и она у меня отобразилась прямо в списке. Так что здесь все проверено, и добавлять можно любой веб-ресурс, который вы постоянно читаете. Тоже такая удобная опция для создания своего собственного списка для чтения. Ну, давайте на сообщения посмотрим. Собственно, самое интересное – это создание сообщения. Пожалуйста. Это я открыла свое сообщение, свой пост изнутри, как выглядит эта вся кухня. Напоминает документ Word на самом деле. Здесь просто пишем текст, который можно редактировать. Вверху панель для редактирования текстов. Шрифт, размер, зачеркнутый шрифт, наклонный и так далее. Это все нам знакомо. Дальше. Значок с цепочкой добавляет гиперссылки. Дальше. Значок с картинкой добавляет, соответственно, изображение. Их можно сделать больше, меньше, растянуть на экран. Ну, на весь столбик поста. Дальше. Есть значок с видео. Вы можете видео прямо напрямую загрузить в блогер, но оно не очень хорошо отобразится. Лучше это делать через YouTube. Здесь можно видео с YouTube добавлять через код. Вообще блогер хорош тем, что он добавляет любой контент с помощью кода. Вы можете викторину встроить, видео с YouTube, карту, что еще, опросник. Ну, в общем, все, у чего есть код. Правда, нужно открыть не вот в таком режиме редактора, а в режиме HTML-разметки. Ну, HTML, правильно говорить, наверное. Вот. Она открывается с левой стороны, там не промахнетесь, так называется режим разметки. Заходите внутрь, там, понятное дело, все несколько иначе выглядит, но просто копируем код и вставляем в нужное место. Возвращаемся обратно в обычный режим редактора и смотрим, как тут все получилось. Должно вставиться. По крайней мере, еще проблем с этим не возникало. Ну, и дополнительная панелька внизу позволяет маркированные списки, добавлять цитаты, разделительные линии. И, собственно говоря, это основной функционал, его вполне достаточно. Очень хороший, очень функциональный сервис, и главное, что бесплатно. Вот. Еще здесь есть хорошая опция, называется отложенный постинг. Вот у меня написано внизу, опубликовано тогда-то и тогда-то. Например, у вас нет времени писать посты, там, каждую неделю четко по расписанию, а вы написали сразу пять. Ну, хотите их так, чтобы они через каждые два дня появлялись, например. Это можно сделать просто в разделе, вот где опубликовано, выбираете дату, в которую пост должен быть опубликован, вплоть до времени, когда вы это хотите сделать. Сохраняйте это все. Ну, и в определенную дату этот пост появится у вас в блоге. Так вы можете, например, находясь в отпуске, постить посты у себя в блоге и читателя не оставить без чтения. Вот таким образом. Про блоги, конечно, много можно интересно всего рассказывать. Я к этой теме вернусь уже попозже, ближе к лету. Будет тема вебинара про социальные сети, там и про блоги я тоже побольше немножко расскажу. Движемся дальше. Об этом сервисе я уже рассказывала. Был вебинар, посвященный сервису YouTube. Я просто его сюда внесла для того, чтобы напомнить, что существующий аккаунт Google дает возможности и для создания YouTube-канала своего. Если вам это необходимо, если хотите, можно создавать свой YouTube-канал и для этого использовать Google-сервис. Делается все это очень просто. Вам нужно, не выходя из своего Google-аккаунта, зайти на сайт YouTube, нажать на значок с плюсиком, я его в красную рамку вынесла, он вверху справа, выбрать «Загрузка видео» и вам тоже предложат создать свой канал на YouTube. Ну, для образца, ну как, это не для образца, понятно. Это просто посмотреть, как он выглядит. Похвастаюсь своим каналом. Я его немножко привела в порядок. Более-менее вот так может, например, выглядеть канал на YouTube. Здесь есть плейлисты, здесь есть поиск. В общем, если интересно, это я вам ссылку на вебинар кинула, сейчас это я вам ссылку на канал свой кинула. А если вам интересно поподробнее, как создавать канал, как его оформлять и тому подобное, вот вебинар, который я проводила в декабре этого года, ну, прошлого года, да. Информация до сих пор актуальна, так что, если интересно, можете заглянуть на этот вебинар. Так что Google дает и вот такие вот еще возможности. Вы не обязательно создавать канал, здесь хорошие варианты для поиска видео, которые вы хотите использовать в работе. Вы можете создать канал, но создавать там свои плейлисты из других видео, привлекать. Не свой контент грузить, а собирать интересные видео по вашей тематике, потом их просматривать, рекомендовать для просмотра и тому подобное. YouTube позволяет загружать видеоролики с разными видами доступа, можно ограниченный доступ, только чтобы вы видели, или пользователи, которым вы разрешите. Хороший вариант доступа по ссылке. Если, например, вы не хотите, чтобы все подряд смотрели, например, у вас какое-то закрытое мероприятие, вы его записали на видео, и хотите только, чтобы участники посмотрели его, то доступ по ссылке, а ссылку рассылайте тому, кого считаете необходимым. Ну, и открытый доступ – это для всех, чтобы все находили его и смотрели, просматривали. Тоже хороший вариант. Ну, и еще одна возможность YouTube – это возможность онлайн-трансляций. Онлайн-трансляции здесь достаточно простые, никаких дополнительных программ и приложений устанавливать здесь не надо, в отличие от социальных сетей. Трансляцию можно вести и с мобильного устройства, и, собственно говоря, используя веб-камеру со своего компьютера, тоже можно это сделать. Вы можете запланировать трансляцию, можете ее открыть тут же в режиме реального времени. Для этого через ту же самую кнопочку «плюсик» мы выбираем опцию не «загрузить видео», а опцию «начать трансляцию». Вот через это таким образом мы работаем. Ну, подробнее уже на вебинаре в декабре, там подробно я об этом рассказывала. Сейчас просто напоминаю. Что еще интересного с Google сервисами? Осталось у нас немного, осталось у нас еще два интересных инструмента. О которых рассказывать достаточно просто, потому что они простые. Чужие видео из YouTube можно ли грузить? Ну, грузить вряд ли это корректно. Если, конечно, вам владелец дал такое разрешение, вы можете загружать. Я имела в виду собирать плейлисты. Вы их не загружаете, а просто выбираете на YouTube видео, которые вам нравятся, и у себя на своем канале создаете из них плейлисты. Это разрешено. То есть вы ни у кого ничего не заимствуете. Видео все равно размещено на канале владельца. Просто у себя вы имеете такую тематическую подборку. Но если не загрузить, уберут, у вас ничего не будет. Это да, конечно. Но вам нужно договариваться с владельцами. С YouTube все-таки все сложно, потому что там очень жесткие авторские права. Из-за некорректного использования даже звуковой дорожки последуют санкции. Могут звуковую дорожку снять. Поэтому лучше перестраховаться, все-таки написать владельцам, спросить, можно ли их видео загружать и использовать. Чаще всего это все заканчивается миром, и можно договориться. Написать даже на самом канале, в комментариях вы можете любому участнику YouTube. Поэтому, я думаю, тут проблем не должно возникнуть. Хотелось бы в это верить. Сервис для создания видеоконференции. Google Meet. Про Zoom, про Microsoft Team все знаем. Есть еще сервис для видеоконференции, который называется Google Meet. Это тоже хорошее решение. Долгое время этот сервис вообще был платным. Использовался он в основном для бизнеса и предполагал платные тарифы. Когда началась пандемия, и когда началось дистанционное обучение, сервис Google перестроился, и он предложил премиальное решение, открыл для всех пользователей, в бесплатном тарифе можно было создавать такие видеоконференции. Причем они проанонсировали это до марта 2021 года. То есть, в принципе, должно было бы закончиться. Но нет, зашла вчера на сайт, и вот эта информация до сих пор висит. Хотя тут и написано, что до 31 марта. На самом деле это все работает. Вот, информация не обновилась, и Google Meet продолжает оставаться бесплатным. Причем никак не написано, что он станет платным. Пока есть бесплатные тарифы, пока можно этим пользоваться. Я специально открыла эту вкладку, чтобы можно было посмотреть на возможности. Ну, во-первых, здесь можно создавать видеоконференции. Один на один вообще вы можете общаться до 24 часов без остановки. Нас больше интересует для проведения коллективных мероприятий три поля участников, максимально там до 100 человек, по-моему, можно, да, в бесплатном тарифе. Можно протяженность до одного часа. Это вообще замечательная вещь, да, 100 участников и один час. И все это бесплатно, без ограничений. Теперь по функционалу. Что здесь можно сделать? Во-первых, здесь не нужно устанавливать программное обеспечение. Участники просто по ссылке переходят, вы им высылаете ссылку, как обычно, вот если в Zoom работали, то наверняка с этим сталкивались. Они переходят по ссылке, попадают в саму видеоконференцию. Все, от них больше ничего не нужно. Вот. И вам тоже не надо никакую программу устанавливать, и им не надо. Это хорошо работает прямо в веб-браузере. Далее. Вы имеете возможность здесь демонстрировать свой рабочий стол, как в Zoom. То есть можно показывать презентации, включать видеоролики. В общем, все, что у вас на рабочем столе, можно показывать участникам. Есть мобильная версия, то есть можно на мобильном устройстве принимать во всем этом участие. Ну, пожалуй, вот на этом все. Основной функционал вот такой, бесплатный. Платные опции, понятно, там появляются дополнительные возможности. Да, бесплатный еще чат, естественно, чат существует. Общаться можно с участниками. Что еще? Когда появляются платные опции, там можно получать техподдержку, там можно получать какие-то дополнительные функции, например, там опция поднять руку, задать вопросы и тому подобное. К сожалению, тут нет встроенной доски, как в некоторых сервисах. Тут можно демонстрацию экрана открыть. Вот все, что у вас на экране показано, то и использовать в работе. То есть если вы на экране там откроете, например, виртуальную доску и будете на ней писать и демонстрировать этот экран участникам, то, наверное, так можно. Доска здесь идет в отдельном формате. Доска не внедрена сюда. Возможно, в платных тарифах она присутствует, бесплатно ее нет. Но так или иначе, для просто дистанционной встречи это хорошее и неплохое решение, тем более, что самое главное, чего бояться, это что надо устанавливать какие-то программы, что надо их осваивать, какие-то кнопочки изучать. Здесь ничего этого не требуется. Как это все работает? Выбираем Google Meet, он открывается в списке, который через поиск Google справа вверху, такой значочек квадратненький. Открываем, выбираем там Google Meet. Вернусь на стартовую страницу, покажу, собственно говоря. Вот, начать встречу. Можно сразу ее начать, то есть тут же открыли виртуальную комнату, и всех быстренько пригласили. Можно запланировать видеостречу в Google календаре. Два варианта. Если мы запланировали. Открывается вот такое окошко для планировки. Здесь что нам нужно указать? Сколько минут, через какое время будут уведомления рассылаться? Здесь уже все автоматически подписано. Выбираем дату, выбираем время, выбираем уведомления, когда они будут рассылаться. Ну и все, пожалуй. Есть дополнительные настройки с правой стороны, чтобы приглашать других гостей, видеть список приглашенных. Это вы разрешаете гостям. Если вы это запрещаете, галочки эти снимаем. Сохраняем. И, собственно говоря, получаем ссылку на это мероприятие. Рассылаем участникам. Вы запланировали. В определенный момент заходите в виртуальную комнату. Участники получат уведомление о том, что вебинар начинается, начнется. И, собственно говоря, встреча состоится. Таким образом. Ничего более. Ну, а если вы в режиме реального времени тут же начинаете, то это еще просто. Вы сразу оказываетесь в виртуальной комнате. Ну, как приглашать участников? Можно их пригласить по адресу электронной почты. Нажимаем на значок «Пригласить». Открывается адрес ваших Google контактов, с которыми вы общаетесь из Google почты. Вы можете добавить любой другой адрес электронной почты и пригласить. Я поэкспериментировала, проверила, можно ли приглашать, если почта не Gmail, а какая-то другая. Сама себе послала письмо, оно пришло, и ссылка открылась. Так что можно не обязательно Gmail приглашать. Можно приглашать любые другие электронные почты. Все будет работать по ссылке. Ну, а ссылку копируем вот такой вот. Мид, Google.com, ну и дальше набор вот таких значков. Ваша видеоконференция будет тоже и код иметь, ну и ссылку. Кому как удобнее. По ссылке, наверное, удобнее всего заходить. Участники заходят в виртуальную комнату. Пока она пустая, вот черное окошко. Нажимаем на значок внизу «Показать на главном экране» и выбираем, что нам нужно показать. Весь экран, рабочий стол, окошко какое-то. И вот вкладка «Хром». Например, вы открыли в этой вкладке «Хром» какую-то виртуальную доску. Можете ее показать на экран и там на ней работать. Вот таким образом. Три варианта на любой вкус. Ну, внизу значки у нас с микрофоном для камеры. Включить, отключить. И даже для звонков, как Skype. Собственно говоря, все очень просто. Напоминаю, что чем-то и Zoom, и Skype одновременно. Так что можно поэкспериментировать, пригласить участников и попробовать. Вдруг понравится этот инструмент. Пока никаких уведомлений о том, что он опять становится платным, не поступало. Пока он работает в бесплатном тарифе, и это хорошо. Ну и раз уж мы заговорили про виртуальные доски, вот, пожалуйста, виртуальная доска. Называется она «Jumpboard». Я вам сделала, для примера, виртуальную доску. Она пустая, вы можете на ней что-нибудь попробовать пописать, порисовать. Ссылка абсолютно должна быть редактируемая. То есть заходите и попробуйте. В принципе, я открыла ее для редактирования всем, у кого есть ссылка. Так что, пробуем. Очень простая доска без всяких изысков. Ну, вполне функционально для того, чтобы просто какой-то мозговой штурм провести, что-то вместе пописать, порисовать, какие-то сделать вещи, картинки прикрепить. Ну, вот как раз такой вариант. Очень все просто. Тут особо даже обучалки не надо. Тем более, что на русском языке все. Попадаем внутрь виртуальной доски, настраиваем доступ. Значок «Шестеренка». Открываем его и выбираем опцию, как у всех Google документов. Тут есть опция просмотра, есть опция редактора. Ну, поскольку у нас для совместной работы доска, выбираем опцию редактора, копируем ссылку, рассылаем всем участникам, и они получают доступ. Начинают работать. Здесь можно рисовать ручкой, стирать ластиком, покрепить стикеры, загружать свои картинки. Есть возможность лазерной указки, если вы какую-то лекцию читаете по доске, можно вот еще указкой тут попробовать поработать. Еще можно фон сделать, например, в клеточку его перекрасить, в линейку, либо залить каким-то цветом еще. Вот такие возможности у виртуальной доски. Тут все очень просто и незатейливо. Если объект не нравится, его можно ластиком стереть. Вот. Кнопок всего немножко, но получается вполне такой эффективный инструмент. Простой и бесплатный, как, собственно, и большинство сервисов Google. Вот. Вы можете создать здесь несколько страниц. Там, по-моему, 11 страниц созданы. Их можно бесконечно увеличивать. Есть инструкции ко всем сервисам, которые я называла. На слайдах презентации они в качестве гиперссылок присутствуют. Если скачаете презентацию, то все это у вас в арсенале будет. А вообще вы можете зайти в Google Справку, просто в поиске набрать Google Справка, и по всем этим сервисам есть еще на русском языке и руководство со скриншотами и с картинками. Ну, вот на этом, пожалуй, нашу встречу я сегодня и хочу завершить. Понятно, что еще за кадром остались многие инструменты Google. Возможно, вы какие-то из них используете. Ну, например, я не говорила о Google рисунках, еще каких-то таких. Есть много приложений, которые позволяют прикрепяться к Google. Ну, например, есть приложение для Google, для создания сертификатов. Оно присоединяется к Google таблицам. Ну, если вы, например, проводите много мероприятий, выписываете сертификаты участникам, и хотите это автоматизировать, то есть такие специальные уже разработанные приложения, они крепятся к Google, дополнительно устанавливаются, и вот так можно сертификаты. В общем, их все больше и больше появляется, так что следим за Google. Он постоянно что-то новое, интересное придумывает. Надеюсь, информация была вам и будет вам полезна. Презентацию можно скачать, ну, а запись потом на YouTube еще раз посмотреть. Спасибо вам большое за внимание. Так, можно в сайт встроить чат, например, из ВК. Ой, сложную задачку вы мне задали? По-моему, все-таки нет. Чат не встраивается на сайт. Хотя есть, конечно, сервисы для создания сайтов. Та же Тильда, например, по-моему, она позволяет создавать, но только не чаты, она встраивает информацию из социальных сетей. Но это все надо проверять. У Google, по-моему, такой опции все-таки нет насчет чатов, к сожалению. Чат в той же Тильде, можно сделать чат и прикрутить его к сайту, но это будет уже платная опция. У Google сайта у них очень-очень небольшие, небольшие бесплатные возможности, только основное. Да, я тоже люблю Google сервисы и уже, собственно, без них работы своей не представляю. Спасибо. О, провести вебинар по созданию сертификатов. Ну, продолжение следует. Я пока сама еще эти сервисы не очень сильно освоила, я пока только о них узнала. Поэтому на будущее я запишу себе в тетрадочку, у меня есть уже куча всяких пожеланий. Надеюсь, если в следующем году меня пригласят в Директ-Академию, я расскажу и про сертификаты тоже. Ну, до встречи. В конце апреля у нас очередной вебинар. И, надеюсь, встретимся еще раз. Всего доброго и спасибо за внимание. Да, вопросики забыла. Каким образом вы узнаете о таких замечательных сервисах? Всегда с большим интересом слушаю, смотрю, просто интересно. Откуда я получаю информацию? Ну, во-первых, у меня блоги есть, подписки о них уже говорила, блоги и сайты какие-то интересные. Я подписана на вот такие вот интересные штучки, оттуда узнаю. Плюс еще на Фейсбуке много групп, которые как раз занимаются рассказами об интернет-сервисах. Вот я и там подписана. В основном два источника информации. Сайты, блоги и социальные сети. Вот отсюда. И узнается все. Копилочка потихонечку собирается. Это не один год собиралась, конечно. Так вот. Освоишь и расскажешь остальным. Вот. Ну, тогда все вроде. Про интерактивные доски я рассказала уже. Вот, да. Самоучительская на ФБ мне еще нравится. Господи, боюсь ошибиться в названии. Сеть творческих учителей. Вот. Там тоже хорошие материалы попадаются. Ну, в общем, на Фейсбуке такая кладовая. Можно оттуда много чего подчеркнуть из себя. Все. Теперь уже точно все. Спасибо. И.